В Тверской области идут последние приготовления к крещенским купаниям. В ночь с 18 на 19 января в регионе будет организована 41 официальная прорубь Иордань. В областном центре традиционный для православных ритуал можно будет совершить на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса Тверского государственного технического университета. Съемочная группа нашего телеканала проинспектировала место, где будет оборудована купель. На набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса ТВГТУ кипит работа. Волонтеры вместе с представителями казачьего движения Верхней Волжи готовят площадку, где в ночь с 18 на 19 января десятки верующих будут совершать один из главных ритуалов православной культуры – купания в проруби Иордане. На месте проведения традиционного мероприятия уже оборудован деревянный помост. Ждут своего часа специальные металлические каркасы, которые будут опущены в воду. Условия безопасности соблюдены. Здесь, если каркас, он будет стоять на сваях, уперт в дно, и по мосту все сделано исходнее. Сотрудники МЧС России вместе с представителями других ведомств будут следить за соблюдением всех мер безопасности. Так, на месте крещенских купаний в Твери будут работать около 70 представителей экстренных служб. Это спасатели, полицейские, а также сотрудники скорой медицинской помощи, которым в случае чего можно будет обратиться за первой помощью. Также, как рассказали в МЧС России, на площадке перед центральным корпусом ТВГТУ будут работать пункты обогрева. Три палатки, пункт обогрева, в том числе и питание будет, горячее питание будет также предоставлено. А так, в целом, готовы к применению по предназначению. На сегодняшний день толщина льда в районе Купели на набережной Волги достигает порядка 15 сантиметров, констатируют в МЧС России. Ледяной покров прочный, а проведенные представителями различных ведомств подготовительные мероприятия сделают массовые крещенские купания в этом месте максимально безопасными. Тем не менее, дабы избежать всех рисков, связанных с ритуалом, важно соблюдать ряд нехитрых правил. Отправляясь к купели, оденьтесь как можно теплее, возьмите с собой резиновый коврик, шлепанцы и теплый халат с капюшоном. Также совершенно не лишним будет захватить термос с горячим чаем или кофе. И, разумеется, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты.